Мы, в принципе, несмотря на то, что мы очень интеллектуальные люди, мы сделали такое своеобразное обрезание своей на интеллект. Самым первым интеллектом, еще у животных, был интеллект, связанный с движением. Мы, первоначально от растений отделившись, начали осваивать мир через движение. И первая форма мышления – это управление движением. Сейчас, особенно начиная со школы, у нас, хочешь думать – садись, зафиксируйся, перестань двигаться. Но есть люди, их небольшое количество, которым нужно сидеть, действительно, когда они думают. Это особый тип людей. А большинству нужно, когда они думают ходить, двигаться, в движении находиться. И тогда они думают гораздо эффективнее. То есть, у них не 15%, кто, может быть, слышал, что наш мозг задействован в процессе психологии. 15%. Так вот, я, конечно, не могу подтвердить. У меня нет этих аппаратов, чтобы повесить и проверить. Ну, может, кто-то, кто меня услышит, когда-то это проверит. Я уверен, что гораздо больше процентов увеличивается работы. Когда мы двигаемся, мы думаем всем телом. И для того, чтобы, может быть, решить какую-то проблему, какой-то вопрос, нужно, где-то ощутив эту проблему, начав ее интеллектуально обдумывать, вот здесь где-то в голове, вы дойдете до состояния тупика. Ну, думать будете, искать, а там все так, а вот это, так, а вот это, и почувствуете некую усталость. После этого, пожалуйста, кидайте все. И вставайте, и начинаете какое-то движение, которое вам привычно. Ну, не знаю, мне нравится ходить. Да, вот просто прохаживаясь, не думая уже об этом. Все, отложили, забыли. В общем, вы бросили туда в тело задачу, и теперь оно там перерабатывает интеллектуально. Вот наше бессознательное нам как может и вредить, так, слава богу, одновременно оно нам не помогает. Бросили в тело, тело проработало, нашло решение и выдаст вам во время инсайта. Ну, опять же, примеры такие есть. Есть истории, как делались великие открытия, Архимед залез в ванну, Ньютон подошел к дереву, там, на него что-то упало. То есть, будет еще какой-то толчок, который, ну, как бы, а, вот, инсайд, озарение, да, последнее какое-то событие. Ну, если бы он сначала не было проблем, а потом, скажем, вот такого динамического переработка этой информации в движении, то сколько бы тебе облаки не падали, Ньютон бы закон свой не открыл, понимаете? Это как раз о вдохновении, о творчестве и о том, что его стимулирует. Потому что чаще всего, когда приходит человек у меня с проблемой, видно, что он здесь находится. Он тело не чувствует. Я говорю, почувствуй там, например, свою ягодицу, почувствуй свои медра. Сложность такая. А как только почувствовал, смотришь, лицо прослежит. Напряжение тут и куда пошло, да? Распределилось. И тело тоже начало думать. Понимаете, у нас, ну, я сказал больше, может быть, в таком варианте, когда это опорно-двигательный аппарат, да, кости, мышцы, связки, вот это вот. Но у нас думает и желудок, и печень, и все остальные органы. Мы думаем, особый способ думания это дыхание, то есть все, что у нас, да, вот, работает в организме, все движения, большие и малые, а это тоже думание, это тоже интеллект. Давайте использовать этот интеллект, и вот он используется в расстановках, а сейчас я вам показал, ну, какое-то своеобразное, просто упрощенное проявление такого интеллекта. Окей? Окей?